так вот наш новый домик телевизор диванчик и вот наш новый домик за тридцать тысяч рублей месяц тут парковка под крышей лавочка снаружи и вот такой вот площадочка газончик надо поливать наверное витражи из спадин выходит тут что-то связанное с водой бочка с водой помпа дверь на кухню из трех сторон можно из дома выйти дом изнутри заходим телевизор диванчик и такой вот столик это типа гостиная ну и потом есть такая вот спальня один шкафчик кондиционер кровать своих с видом на соседние домики здесь еще одна спальня шкафа и кухня лавантильник микроволновка и индукционная плита все что пока нам предложили тут еще пару стаканов и какая-то кастрюлька и 3 тарелочки печали добавить еще ну и душ совмещенный с туалетом водонагреватель все как в тайском стиле короче вот прожили мы тут почти два месяца в этом домике тут часть домиков стоит и часть домиков вон там находится за ангаром вот этим ну и по центру это дом хозяина вот что можно сказать по минусам сейчас хотел бы рассказать первый минус это близость к дороге есть очень шумно мопеды гоняют здесь и ночью и днем транспорт постоянно движется когда когда домик смотрел ему как-то ничтей этот момент ну ночью стало понятно что тут шумно даже вот те дальние домики они тоже жалуются что слышен шум ну и грузовик вот этот с водой постоянно вот заезжает этот ангар заправляться тоже очень громко это делает не заправляться за водой грузовик выезжает я про него тоже буду рассказывать с водой тут у него водичка скважина походу он всех тут водой снабжает поэтому эти грузовики приезжают и ночью поэтому очень тут они шумят по ночам почему здесь еще шумно вроде как можно закрыть двери окна но вот тут получается две комнаты двух комнатах такие вот раздвижные двери и закрыл то есть в пол соответственно их закрыть можно есть мочек синего ну когда их закрываешь остаются щели то есть получается любой звук ночью птички орут там еще какие-то насекомые и лягушки дают звуки короче как как будто в палатке в джунгляде то что пишет что еще по минусу минус еще один это насекомые ну таиланд это известен своими насекомыми поэтому первые то комары тоже все бы ничего если бы мы жили мы в другом отеле так скажем у них были вот вместе с такими дверями выдвижными мы бы еще сеточки их можно было выдвинуть так и закрыть там можно было как бы с открытыми дверями спать и все было как бы хорошо комары не залетали тут таких сеточек нету поэтому комары залетают комаров много они кусаются вот эти средства которые сейчас я вам покажу используем постоянно купили специально какой-то местные байгон какой-то называется но ни фига не помогает поэтому комары все равно кусаются несмотря на то что вы уже чуть ли не постоянно включена не у нас ну и чего еще еще это тараканы которые те самые большие живут они вот здесь вот получается за домиком есть грубо говоря канонизация это выход вот из кухни сюда с кухни выходим вот бочка с водой типа водонапорной такой и живут они вот в этом скажем отсеке и выходят вечером на прогулку днем и вылазит если вот и откроем посмотрим кто сейчас живет один раз крысу даже тут встретила мирно что-то ел блин наверное испугнул вот это вот канализация то есть когда заехали от сюда заглядывал все было хорошо суденько красивенько но мы начали жить вода пошла в итоге сейчас сюда приходит разные животные что попробую еще сегодня вечером заглянуть вечером обычно тараканов в тима сидит и они вот вылазит через вот это вот будут щелочки есть везде то есть доступ принципе свободный такие дела хотел тоже сетку натянуть какую-то специально купить чтобы они не вылазили на дурацкий коронавирусом нам придется уехать раньше времени что еще из минусов это очень жаркий дом очень жарко два кондиционера конечно есть в каждой спальне ну допустим не хватает в скажем гостиной кондиционера там жара стоит кровати жесткие будто пружинки тут даже выбирает не очень уютненько засыпать спицы то потом уже нормально вот засыпать как-то все равно немножко давит ну это значением по кухне еще микроволновка вот такая плита чайник наш и холодильник из посуды тоже все было по минимуму так ты уже просто попросили чтобы что-то хотя бы купила нам купил там несколько тарелок эту поварешку и сковородку еще не было сезона дождей возможно тут еще непонятно еще как с дождями что вот-вот должен начаться по прогнозу все обещают дождями пока не ездили ни одной капельки не упал здесь сколько мы уже не был один дождик такой небольшого и все поэтому возможно тут еще дождь каким-то образом минусы будет ну короче этого все деревушка такая тут находится это вот возле этих возле такого домика вот называется он сейчас я вам скажу как манджетский криво спукет вот эти вот красивые домики называется и вот напротив въезд красный сюда еще на google карта хочу показать расположение нашего домика спутник вот получается эти дома вот это наш вот он координаты можно как раз посмотреть тут карта не обновлена тут у него еще раз два три даже вот тут есть домик 4 домика как бы их пока еще нет вот как раз дом хозяина вот это ангар это дом хозяин вот еще и куча домиков хозяин жадный скидку нам отказался сделать при заселении просили хотя бы тысячи скинуть короче ни в какую но и при выселении опять же нам пришлось раньше времени то что съехать пытались с ним как-то договориться что это форс-мажор что это не мы придумали что закрыли границу нас супруга осталась в россии и бесправки уже не пускали вот и мы получается не могли никуда съездить на виза ран потому что все страны границы закрыли вот мы пытались это объяснить слушать у нас не стал послал короче нас на хер депозит но не отдал поэтому имейте ввиду так на дворе без двадцати десять сейчас заглянем этот дворец я уже заглянул как бы я снимал уже это дубль 2 не снялась первого раза сейчас еще покажу если они не убежали так вот один чулочок два других было бы 8 штук и спугнули разбежались ну короче не живут вот эта канализация и периодически выходят на прогулку вот один когда первый раз смотрел убежал вот сюда в кусты получится его тут найти куда-то убежал за одно еще чуть попозже заглянул чтобы полосу картин представляем еще одна попытка запечатлеть да оставьте как что-то по-кому как м так как как в кидах а вы но вы как все а и и и и Вот, забежал к нам в гости таракан, пытается летать, ну-ка давай на улицу тежи, он пойдет на штору, сейчас он взвесит. Играем в футбол-каркан. Он обходит одного, второго, третьего. Сейчас мы его будем валить. Давай, сын, лопату. И, ну-ка, давай отсюда. В гости пришел, и хочет к нам в сумку задеться, в губкинский улететь. Папа, убей его. Вот он летает, летает, летает. Тараканы, тараканы умеют летать. Папа. Все. Больше он не летает. Ты его убил? Я его убил. Я ему сделал больно, пока он еще не умер. Баба, убей его отсюда. Баба, убей его отсюда. Вот такие вот чудики водятся. Да можно мне? Можно. Баба, убей его отсюда. Баба, убей его отсюда. Баба, убей его отсюда. Тон, скажите, не надо. И это он... Черт возьми. Продолжение следует...